Создаёшь вот что-то, что радует, то что же будет, когда ты научишься? Ну, пусть в этом году откроются новые какие-то у тебя возможности научиться рисовать, если хочешь, что-то в душе. Да, хочешь. Здорово! Вот такое волшебство получилось. Сфотографировать? Конечно, я тебя сфотографировала. Я предлагаю нам сделать коллективные фотографии со мной. Если у вас есть, чтобы кто-то сфотографировал, будет прекрасно. Сейчас сделаем. А, это видео. Да, не сделано. Трансляция. Мы в прямом эфире? Да. Мы в Перископе? Да. Эй, здравствуйте, ребята. У нас вот такой прямой эфир классный. Мы все в фокусе. Мы все в фокусе. Да, вот такие картины у нас получились. Смотрите внимательно. Посылаем посыл в космос. Да, всем привет. И кто нас там будет смотреть даже в записи, ставьте сердечки, чем побольше. Потому что у нас вот такое волшебство. Ну и ты мне сделаешь следочка ссылку. И давай я несколько слов сейчас скажу, что за эфир. Я с вами наставлю, ребят. Я хочу вам сказать, что сегодня у нас совершила... У нас появилось невероятное волшебство. Я благодарна каждой волшебнице, которая рисовала и творила. Потому что через творчество мы пропускаем настоящую магию. Пропускаем самую высокочастотную энергию. И сегодня я реально горжусь тем, что у вас вот такие шедевры получились. Мне очень нравится, что я вижу в этих картинках. Посмотрите, друзья, те, которые смотрят у нас перископ. Вот такой шедевр у нас получился у Эли. И эту картину мы назвали картина «Медитация». И она отражает внутренний мир. Мы вам хотим пожелать, чтобы у вас была гармония во внутреннем мире. Такая же, как красивая, как на картине. Мы вам хотим пожелать космоса и Вселенной такой же, как вот на картине у Светланы. Свет, напомни, как назвали мы твою картину. «Сеет любовь». «Сеет любовь», да. Это картина, которая «Сеет любовь». И вы видите, здесь не просто цветок. Это как отражение кометы, от которой идет вот такое свечение на землю. Обратите на это внимание. Вот у нас есть еще один шедевр. Посмотрите, Олеса, ты можешь привет передать тебе в эфире. Вот. Покажи, да, вот такой шедевр. И руками волшебницы Олеси была сотворена такая яркая картина, где на самом деле три цветка. Вот посмотрите еще раз на эту картину. Там три цветка. Эту картину мы назвали «Энергия триединства». Олес, хочешь что-то зрителям пожелать? Рыбви. В Новом году. Да. Можешь нам же конфеты показать такие волшебные. Вот вам сладости в жизни в следующем году. У нас Лариса. Посмотрите, какая картина у Ларисы получилась. «Картина мечта». Так она называется, потому что карты попали с ней. Картина, исполняющая любые мечты. И волшебница Лариса сотворила вот такую землю, такой красивый цветок. Вот мы хотим вам, Лариса, пожелать, чтобы вы свои мечты влашали в реальность и загадывали мечты своих знакомых тоже на свою картину. Спасибо. И вот такая картина у нас получилась. Посмотрите, волшебница Катя нарисовала такой цветок, и вот такую землю, и радужное небо. Вот такую радугу. Вот такое волшебство. Можете всем передать привет, вы в прямом эфире там. Всем привет, всем исполнение желаний. Моя картина называется «Исполнение желаний». Желаю, чтобы в новом году исполнились все желания, которые вы загадаете, и даже больше. Пусть с вами произойдет даже больше, чем вы сами себе нагадаете. Это было настоящее ощущение Нового года, настоящего Нового года. Спасибо. Ну, хочется, как три единства, хочется всем пожелать душевной гармонии, любви, поддержки близких, и чтобы каждый из вас тоже был такой надежной опорой для близкого человека. Любите друг друга, живите счастливо, пусть все будет хорошо. Если ты так не пальчиком, то два раза, вот так, на экран. Серьезно, да? Да, и мы вам со Светой хотим пожелать тоже очень хорошего 2016 года, чтобы исполнялись все ваши мечты, рядом были любящие люди, и чтобы у вас был неиссякаемый источник энергии. Всем одиноким сердцам встретиться именно в 2016 году. Тем, кто не ходит на свидание, начать туда ходить. А тем, кто ходит, не с теми людьми, начать ходить с правильными людьми. Или приходите к нам. Здорово! Спасибо за просмотр и до встречи!